Окей, последние пару недель я не особо стабильно играл в Destiny, как рассказывал в прошлом ролике, были вопросы, которые надо было порешать в реальной жизни, но ничего, отельный телевизор выручал в часы ломки от игр, однако сама Destiny тоже не то чтобы стабильно, да? Да, мягко говоря. Спонсор этого видео двинг.нет, проверенный сервис по помощи в прохождении заданий в Destiny для тех, кто ценит своё время и нервы, ссылка и промокод на скидку в описании. Вообще проблемы начались в каком-то смысле с конца света, тогда мы были к этому готовы, ожидали, что на крупном релизе баги будут и всякие там шероховатости, которые должны будут разработчики исправлять, но прошло почти два месяца, а такое чувство, что проблем стало только больше. За последние несколько недель это чувство ощущается в комьюнити особенно остро, потому что не проходит ни дня, чтобы мы не сталкивались с разного рода ошибками или не просыпались и не видели на экранах телефонов очередное уведомление о том, что серверы ушли на техобслуживание, ща подождите. На прошлой неделе компания Bungie выпустили обновление, которое было в каком-то смысле долгожданным, поскольку оно позиционировалось как то самое сезонное обновление баланса. Оно должно было внести несколько ключевых изменений в балансе оружия, которое большинство людей ждали с нетерпением. Ртутную бурю вот починили наконец, подтянули нулевую ревизию до уровня, кажется, главной импульски в ПВЕ, немножко подтянули в целом автоматы, скаутки, револьверы. Уверен, что некоторые из этих типов будут еще полировать и кажется, что это то, что было нужно. Да, вроде появляется больше вариантов для сбора снаряжения и игры в эндгейм активностях. Однако поиграв после патча денек-другой, игроки заметили, что все не так гладко, многие ошибки не были устранены, некоторые баги остались, а исправили в основном какой-то минорный абуз в ПВЕ и прочие не столь беспокоящие игроков вещи. Более того, исправили, а точнее понерфали те фичи, на которые вообще никто не жаловался, которые выглядели вполне себе сбалансированно. На Форбс появился список всех ошибок и багов, на которые Банжи так и не обратили внимания и которых не было в патчноуте. Там и неработающие финальный этап сезона с кораблем Аманды, и неработающие рейд-баннеры и вылеты из этих самых рейдов, да дохрена всего. И вот стоило тогда списку этому багов появиться, как Банжи в этот же день написали в твиттер, тут вот, внимание, в твиттер, а не на сайте. Что-то типа, ой, и правда, мы этого в патче не написали, но напишем тут, то ли забыли, то ли специально утаили. Да, есть даже такая теория заговора, якобы разработчики специально не стали упоминать некоторые вещи в в патчноутах в надежде, что это поможет избежать шума. Что ж, кажется, Банжи и правда перестали понимать и знать своё комьюнити. Но это отдельный разговор, об этом позже или может даже в отдельном видео. Короче, в твиттере Банжи написали недостающую инфу трэдом и сообщили об изменениях в тех аспектах игры, которые игрокам, как я сказал, нравились. Опять вот, крюку в подклассе нить досталось, слишком, видимо, с ним всё же весело игралось, надо звонить в фан-полис. Я так, тут слишком весело, парни, нерфаем их. И ломать билды, выстроенные на создании сфер через эти крюки. Кому мешало, неясно. Некоторые моды тоже перестали стакаться и, в общем, многие билды пошли под откос с этим патчем. Сундуки на неамуне баганные, когда вы можете залетать, выполнять ивент, перезагрузка терминала, потом перезалетать на локацию и лутать сундук по новой, тоже пофиксили. Да, это баг, его, понятное дело, надо было фиксить, но за каким-то хреном вместе с этим фиксом убрали прокачку оружия крафтабельного при открытии бесплатных сундуков этого ивента. Кому это-то мешало? Ну, пофиксите бы обуз, но зачем игрокам награды резать за, прямо скажем, непростой ивент? У вас там мобы на локации толще, чем в мастер-рейдах. Кто-то думаете, слишком быстро вашу игру пройдёт, если пушки будет прокачивать на ивенте, или в чём проблема? Естественно, у игроков начало гореть, абсолютно справедливо, ведь их не слышат уже два месяца. Проблемы со сложностью в игре, проблемы с экономикой, этому, кстати, я тоже планировал записать отдельный ролик, но в итоге я вижу, что караван движется, ничего не меняется, и вроде проблема очевидна для всех, теряюсь, честно говоря, уже в идеях, что об этом можно тут сказать. У людей полно вопросов, но нет, всё, что получаем, исправление вещей, с которыми играем. Это ПВЕ-шарам вот так досталось, а там ещё в компетах наворотили чего. Теперь вот Ассендента апать можно ливая из матчей. Прикольно, наверное, тем, кто, поверив заявлениям студии, что получить высший ранг смогут только сильнейшие, гриндил эти компеты, а потом узнал, что среднестатистический коллекционер может, потратив время, но приложив ноль при этом усилий, получить ту же награду, эмблему, ранг и вот это вот всё. Ивент игры Стражей приближается, начинается 3 мая, но печать частично или полностью можно выполнить уже сейчас, тоже нормально. А сколько раз падали или отключались на тех работы сервера игры? Я пытался в Телеграме защищать процесс работы студии, говорил, что всё это не так просто, сам работаю в геймдеве и понимаю, что там могут все с горящей жопой на профах бегать. Но блин, когда вы отрубаете серверы регулярно, продлеваете работы, а потом выкатываете патчи с теневыми нерфами любимых игроками вещей, это что вообще и зачем? Какого эффекта вы пытаетесь этим добиться? Новость про то, что будут банить гениев на ксимах хорошая? Хорошая, спору нет, но что-то там опять, видимо, мискоммуникейшн случился, и в сети полно стало встречаться роликов с новой волной лютых читеров, которые ультуют по КД всеми видами энергии в ПВП. При этом, стоит игрокам найти способ потратить пару часов и накопить лишние легендарные осколки, как это фиксится за несколько часов. Ну, приоритет, понимаете, да? Инфа по контенту утекает реками из студии. И да, я тоже рассказываю об утечках, потому что это всегда полезная и интересная инфа, даже если она в итоге оказывается неправдой, а тут все подтверждается. Но для студии это довольно сильный звоночек по своей системе безопасности и выборке тех, с кем они подписывают NDA. Там нашли якобы крайнего, через которого эти утечки прошли в сеть, но разве это игроки должны модерировать и не распространять уже оказавшуюся в сети инфу? Я так не думаю. У Bungie большие проблемы с коммуникацией и сообществом. Их политика сильно поменялась в этом отношении еще в прошлом году. Они говорили тогда, что диалог с сообществом может не столь активным стать из-за угроз в сторону комьюнити менеджера. Но затем последовал уход самого менеджера, твабы пишут новые люди. Мне тут сложно судить, по нашему региону, конечно, работа вообще сейчас переостановлена, но даже на крупном релизе дополнения в игре мои сообщения у сотрудников студии могут висеть месяцами непрочитанными, что все равно так или иначе транслирует отношения к авторам и сообществу. У меня складывается ощущение, что Bungie не знают, кто их игрок, не понимают, чего ожидать от сообщества при релизе того или иного патча или контента. А сообщество Destiny – одно из самых внимательных, творческих, заинтересованных и преданных. Некоторые любят заменять это слово еще на «терпеливые», но самим игрокам такое не нравится, конечно, по понятным причинам. Вдогонку к этому видео, которое я постом выше на бустики дал, тема продолжает развиваться, к нашему сожалению. Я вообще не понимаю, что банджи творят и как у них устроена коммуникация в команде сейчас. Что случилось вчера? Запостили статью про ивент «Игры Стражей». По-моему, местному времени была уже ночь, не заметил и так что решил, что закинул в Телеграм перевод основных моментов чуточку позже. А потом, когда ивент уже начнется, подготовлю ролик. В статье есть строчка, типа «Возможно, вы захотите экипировать ваше крафт-оружие перед сдачей медальонов». С подмигиванием в скобочках. Естественно, это было расценено как намек на то, что банджи позволят прокачивать оружие, которое мы крафтим, через сдачу медальонов. Ведь круто, да? Я даже подумал, что теперь есть смысл играть в ивент. Удобно, можно и новое полутать, и старое прокачать. Балдеж. Но банджи, видимо, были бы не банджи, если бы наутро в Твиттере снова не написали «Ой, а нас не так поняли. Мы не дадим вам прокачивать оружие, просто будет небольшой баф». Представьте, буквально, вам могло показаться, что мы сделали хорошо, но нет, мы не сделали хорошо. Мы просто написали, чтобы так казалось, но в Твиттере проясним неприятную инфу чуть позже. Но у вас же есть реальная возможность отреагировать на фидбэк позитивный. Даже если изначально у вас не было планов по прокачке, почему не сказать «Да, всё так, мы вот так вот сделали, мы молодцы». Чей мир рухнет, если в игре во время тайм-лимитед ивента на три недели игроки смогут прокачать оружие не через гринд или не на долбанной шурачи? У меня вопрос, в банджи вообще остался комьюнити-менеджер после ухода DMG? Менеджер, который как бы про стратегию работы с сообществом, а не про посты по методичке и написание твабов, ну и ответы на мемы. Ну, камон, это всегда было сильной стороной студии, меня вдохновляла работа с комьюнити у банджи. Что происходит сейчас? Почему день за днём нам отвечают, что «Ой, нас не так поняли, на самом деле всё плохо». Просто сплошной кринж. Я не понимаю, как за грядущие 10 или 12 месяцев до релиза последнего дополнения Final Shape, банджи будут выстраивать диалог со своей аудиторией. Не понимаю, какие приоритеты. И это поразительно трагично, учитывая, что в этом году им нужно презентовать не только само дополнение Final Shape и продать его, но и анонсировать и заинтересовать нас новыми продуктами, тем, как продолжит существовать франшиза после допки. Возможно, новая игра, возможно, Destiny 3 всё же, хоть её уже раза три то отменяли, то снова откапывали. Но сейчас идёт лютая потрата доверия и настроение комьюнити, сравнимая с временами первого года Destiny 2, не побоюсь такого сравнения, когда народ реально ввалил из игры и не возвращался потом даже с релизом отвергнутых. Эндгейм-контент не держит в игре, не мотивирует. Системы, которые вроде как должны были упростить вливание новичков в игру, тоже недокрученными оказались. Но при всей моей обиде, непонимании и не буду скрывать такой сердитости, я желаю банджи разобраться со всем этим и вырулить ситуацию на солнечный свет и, наконец, смочь позитивные изменения и настроения. Иначе к Final Shape мы подберёмся вообще не в том настроении, в котором хотелось бы встречать десятилетия саги. Что думаете вы? Пишите в комментариях, давайте общаться, обсуждать. И, кстати, ещё кое-что. Спасибо большое за все тёплые слова, что вы писали в комментариях к прошлому ролику, я их все читал, старался большинству из вас ответить и это многое для меня значит. Оставаться на связи со мной можно в Телеграме, а за лайв-контентом подписывайтесь на мой Инстаграм. Ну и, конечно, Бусти-страничка, благодаря которой ролики вообще ещё выходят. Там, кроме эксклюзивного контента, конкурсы проводятся, тут вот 10 эмблем на днях разыграли, будем ещё, так что присоединяйся в клуб. Все ссылки найдёте в описании и до связи.